Немаловажным аспектом в выборе спортивной секции является цена вопроса. В России занятия фиктованием проводятся бесплатно, поэтому дети с удовольствием выбирают этот вид спорта. В настоящий момент у Денцовской спортивной школы Олимпийского резерва по фиктованию занимается 390 учащихся, с которыми работают 14 тренеров-преподавателей. Поместить в зал такое количество спортсменов просто невозможно, а встретиться с прославленной спортсменкой хотели все учащиеся школы без исключения. На встречу приглашены родители юных спортсменов, представители образовательных учреждений, на базе которых есть секции по фиктованию, а в нашем районе таких школ 11. Мы, конечно, можем много говорить на лекциях, на тренировках, показывать фильмы, слайды, фотографии про спорт, про победы, про великих спортсменов, но вот такое живое общение, оно, конечно, все перевешивает. Сегодня нам приехала известная наша олимпийская чемпионка, прославленная уже спортсменка Яна Ягорян, которая рассказала о том, как она выбрала этот спорт, как тренировалась, как завоевывала медали, как смогла найти в себе силы не опустить руки при первых поражениях. Своё мастерство продемонстрировали спортсмены разного уровня подготовки. На пресс-конференции ребята задавали Яне много вопросов. Как она пришла в этот спорт, почему не бросила, сложно ли даются ей золотые медали. На все спортсменка отвечала с улыбкой, ведь, как она сама признается, детей очень любит. И приехала в наш город на встречу с ними с большим удовольствием. Я вообще очень безумно люблю детей, и это, скажем так, известный факт, что для меня дети это очень многое значит. И я постоянно провожу время с молодым своим поколением. И, конечно, мне безумно приятно, что дети, они интересуются, им интересно посмотреть, даже на меня им интересно посмотреть, сфотографироваться. Они видят во мне какую-то точку, в которую они в будущее придут. И для меня это гордость, что дети будут на меня смотреть и работать, стараться стремиться к чему-то высокому и будут побеждать везде. Яне всего 24 года. Уже 13 лет из своей жизни она посвятила именно фехтованию. Титулованная спортсменка является двухкратной олимпийской чемпионкой Рио-2016, четырехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, а также доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Это самый рассвет ее карьеры. Впереди Олимпиада в Токио. Сейчас она много тренируется, чтобы принести стране еще одну золотую медаль. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Сорен.